Великой Победы Великого праздника Дня Победы над немецко-фашистскими захватчиками на Аллее Славы в парке Шевченко у памятника неизвестному матросу чествовали воинов-освободителей, депутаты и лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов. Важно отметить, что в этом году также исполняется 60 лет, как в Одессе был открыт памятник неизвестному матросу. 21-метровый обелиск из красного гранита устремляется ввысь, а у его подножия в бронзовом венке дубовых листьев горит вечный огонь. Сегодня особенно тяжело слышать не только нам, но и ветеранам, когда горе-политики пытаются переписать историю. Знаете, у них это не получится. Как можно забыть то, что произошло? Как можно забыть ту героическую оборону нашего города-героя Одессы? Наша главная задача – передавать эти знания и память будущим поколениям, считают депутаты Украинской морской партии. Кроме того, три года назад, когда Украинский институт национальной памяти выступал за отмену праздника 9 мая, политическая сила инициировала акцию «Мы защитим ваш праздник», которую поддержали ветеранские и молодежные общественные организации Одессы. Благодаря активной позиции и многочисленным депутатским запросам Сергея Кивалова удалось на общенациональном уровне отстоять праздник Великой Победы. Наши деды, наши предки, наши отцы воевали. Многие из них остались на полях сражения. Некоторые не дожили до этих дней, потеряли здоровье. А мы должны забыть и сказать, давайте, ну хорошо, согласиться. Да никогда такого не произойдет. За годы оккупации Одессы погибли более 80 тысяч ее жителей. Еще столько же были отправлены на принудительные работы в Германию. И благодаря капитуляции врага, акт о котором был подписан 9 мая 1945 года в полночь, мы каждый год торжественно отмечаем праздник. Каждый год у нас в Академии огромное празднование. Мы чтим ветеранов, мы приглашаем, мы накрываем столы, мы с дорогой душой относимся к каждому ветерану. Сегодня в условиях карантина, к сожалению, мы не можем с таким размахом отметить этот день, но мы обязательно приедем к каждому ветерану, скажем спасибо, посмотрим в глаза. Потому что это наша история, потому что каждый ветеран – это наша победа. И мы каждый день должны говорить спасибо этим выдающимся людям. Я хочу сказать, что каждый год Украинская морская партия под руководством Сергея Васильевича Кивалова организует встречи, организует праздники. И то внимание, которое оказывается нашим ветеранам, к сожалению, их осталось не так много, как хотелось бы, оно существенное. Наши дети и будущие поколения должны знать о том подвиге, который совершили их предки. И этот праздник всегда останется у нас в сердце, и мы должны о нем помнить. Никто не позволит и не сможет сделать так, чтобы мы этого забыли, и мы не должны этого допускать. В годы войны погибло более 26,5 миллионов наших соотечественников. Кто-то потерял родных и близких, кто-то навсегда оставил свое здоровье на полях сражений. Только взаимная поддержка и уважение друг к другу помогают сплотить наше общество. По инициативе почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова в нашем городе реализуется множество социальных программ для ветеранов, пенсионеров и людей преклонного возраста. Лидер Украинской морской партии регулярно навещает ветеранов. Среди них участник обороны и освобождения Одессы, недавно отпраздновавший 96-летие, Яков Савченко, освободитель города Николай Московой, член подпольного отряда за родину Евгения Касьянова и другие ветераны, дети войны, участники партизанского движения, которые освободили мир от коричневой чумы и восстанавливали послевоенное государство. Которые после войны отстраивали города, фабрики, заводы, создавали новые учреждения, предприятия, поднимали экономику. Вот они сегодня нуждаются также в помощи. Я думаю, что у нас для этого есть достаточно разумных, молодых людей, людей, которые разделяют этот праздник. Они, конечно, должны помочь нашим ветеранам для того, чтобы пережить это тяжелейшее время, которое наступило и не только в нашей стране, в целом в мире. Морская партия Сергея Кивалова, она чтит, мы чтим, мы уважаем наших ветеранов. И сегодня, когда в изоляции, мы стараемся и оказать помощь, прийти, помочь, потому что они нуждаются. Они некоторые даже не могут выйти из квартиры. Героическая оборона Одессы в августе-октябре 1941 года – одна из немногих операций Красной Армии в начале войны, в ходе которой наши войска, уступая в численности противнику, нанесли ему потери более тяжелые, чем понесли сами. Уже 1 мая 1945 года в приказе Верховного Главнокомандующего Одесса в числе четырех городов была объявлена городом-героем. Это звание было присвоено за беспримерное мужество и отвагу наших защитников. Указом Президиума Верховного Совета СССР в декабре 1942 года была учреждена медаль за оборону Одессы, которой награждено свыше 30 тысяч человек. 14 воинам присвоили звание Героя Советского Союза, 57 удостоены ордена Ленина, свыше 2100 награждены другими орденами и медалями. Всего в годы войны звание Героя Советского Союза получили 36 уроженцев Одессы. Подвиг воинов-освободителей для каждого из нас стал примером мужества, героизма и истинной любви к своей родине. День Победы важен не только для нас, но и для следующих поколений, для наших детей, внуков и правнуков. Мы благодарим ветеранов за то, что защитили нашу отчизну. С праздником, дорогие одесситы! С Днем Победы!